итак дорогие друзья всем привет всем доброе утро всем доброе добрейшее утро как дела значит вот я в иерусалиме сейчас я нахожусь в городе иерусалим и сейчас нас будет 120 урок 120 урожа всем до 120 лет жизни было и ждем сейчас кто кто сейчас приходит уже яков шатанин совсем до 120 нас уже кстати осталось еще плюс семь человек будет четыре тысячи людей для кого до кого портал в игрок из будина стучался то есть 4000 человек это тем кому нравится наша деятельность это отличная цифра представьте 4000 человек представьте их вместе и 100 раввинов 100 раввинов раввины это образно учителей 100 преподавателей те которые хотят воикра и возвал бог хотят перед передать как бы что бог он стучится взывает разными путями воикра это переводится название воикра и возвал и представьте 100 раввинов главный яков шатанин он организаторы да он всех организовывает и все взывают одновременно и 4000 человек через фейсбук написали что им это нравится это очень круто очень круто но еще семь человек осталось до 4000 и будет да уже цифра цифра но мы стремимся к большему мы не останавливаемся то есть у нас цель 100000 100000 чтобы евреев и те кто любят бога те кто слышат бога и те которые хотят больше знать про бога создателя мира значит нам важно чтобы 100000 человек когда соберется придет на шеях то есть вот запомните мои слова 100000 когда будет на воикре нравится в этот момент придет ваших так что давайте если кто кто знает вокруг себя евреев которые которые еще не слушают слова торы которые еще не соблюдают то прямо их пригонять евреи обязаны то есть это просто рабы для бога евреи то рабы у бога всесильного который вывел их из рабства в египте и говорит все теперь вы будете мне рабами вы будете выполнять в этом мире работу раб это своя работа какую работу божественную святую работу значит учить тору обучать торе выполнять заповеди нести свет свет и радость мы приносим людям дмитрий тим все привет все и мы значит продолжаем изучать мишле но обычно как происходит обычно происходит что я готовлю следующие три три отрывка и потом мы их проходим на уроке но в этот раз я сейчас в израиле праздники я не успел приготовить следующие три отрывка и это и отлично я могу так сказать потому что все что бог делает все он делает к лучшему я обратил внимание что я из того что я учил уже начал забывать то есть тот а тот кто учит перте вода без на тот кто учит и не повторяет похоже на того кто сеет и не собирает урожай то есть это глупо пустое времяпрепровождение и че который забыл это как тот кто не знал поэтому сейчас мы возьмем и повторим чуть-чуть вот 20 минут у нас урок 25 минут мы повторим то что мы раньше учили и хочу вам тоже рассказать о своем методе повторения и вообще метод который я использую очень часто я очень верю в такое есть понятие аж как а протит аж как а протит это частное проведение то есть что это значит это значит что я верю что в этом мире вот все 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 находится под контролем и управлением бога не то что он когда-то запустил процесс как стиральная машинка и она пошло нет он здесь присутствует постоянно в в проявлении есть проявление которое называется элотим всесильный то есть он все организовал вся система и без него работают все очень отлично организовано но он же здесь присутствует своим творческим началом тот что называется юткой вафке его имя вот это вот ашем то что мы говорим да и он в том состоянии творческом это стане наполнения всего это творческой энергии он тоже присутствует постоянно если человек он внут внутренне хочет богу присоединиться то тогда он прямо впускает вот этой божественной энергии творения с именно творение создания нового в этот мир очень много пускает это называется аж как а практик частное проведение то есть тот кто с богом прямо вот он как есть написано в шелхонографи представляя бога всегда перед собой с этого начинается все шевить и ошевли анонди томит и тот кто представляет бога всегда перед собой и тот кто знает, что вот Бог прямо вот у нас здесь, это называется качество бетахон, он полагается на Бога, то Бог ему в той же мере отвечает. И поэтому мой метод повторения и взаимодействия с Богом, он очень такой простой. То есть я беру какую-то книгу святую, вот сейчас я беру Мишли, это прямо Мишли, это письменная Тора, это слова Бога, то есть это прямо запечатано, подтверждено, что это не царь Соломон просто так нам что-то мудро свое говорит, а это Бог через него конкретно выражается в словах. И если я хочу сейчас услышать, что именно конкретно Бог хочет сказать мне, например, да, то я, значит, беру какую-то книгу Торы, там где прямо прямым текстом Бог разговаривает через пророков или через Моисея Машерабейну, самый чистый пророк, велик, ну пророк пророков, да, который через него Бог говорил прямо без, вообще без малейших искажений. Или через пророков, которые были, у каждого чуть-чуть накладывалось их восприятие мира, но это тоже было чистое пророчество, то есть это слава Бога. Я беру вот эти вот книжки и, значит, очень классно, например, есть такое направление Хаббат, они берут ответы Любавического Рэба, то есть Любавический Рэба, он все время был с Богом на контакте, постоянным, то есть он был настоящий такой Эвит Ашем, как раб Бога, настоящий такой, да, то есть у него были только интересы Бога. И когда к нему люди обращались с вопросами, он им отвечал на эти вопросы, именно передавая, как бы, всю Тору, которую он знал, все свое внимание и желание помочь. И Любавические Хасиды до сих пор, когда у них есть вопрос, они обращаются к Богу с вопросом, а ответ читают через письмо Рэба, то есть им попадает именно то письмо, в котором он говорил на ту тему, в котором у них есть запрос, это очень у них такая есть практика. Но я использую книги, которые от пророков именно, то есть прямым текстом, хотя там тяжело понять, потому что пророки говорили, ну, таким языком пророков. И вот сейчас давайте у нас, мы совмещаем повторение мать учения, то есть повторение, мы сейчас повторим те 16 глав, которые выучили, не те, а что-то из них, три отрывка. Но посмотрим, какие именно сегодня три отрывка, Бог нам лично, я думаю, что он и мне дает, как бы, ответ на мой запрос, и вам, наверное, дает ответ на ваш запрос, если он у вас есть. Все, приготовились, открываем повторение мать учения, какой же, сейчас Бог мне дает совет. Вот, значит, открылась третья глава, 17 отрывок, третья глава, 17 отрывок. Значит, что написано? Драхея Дархейноам. Пути Торы, пути приятные. Выкольный Тивотея шалом. И все ее тропиночки, они шалом. Значит, что это значит? Значит, значит, это следующее. Есть, у человека есть, что такое путь? Путь, это широкая дорога, по которой едут машины. Например, есть путь Дерех Хеврон, путь в Хеврон, да, это дорога в Хеврон, я ей уже там 3000 лет. Есть путь из Иерусалима в Тель-Авив, да, это такая прямая дорога. То есть, есть широкие пути, есть тропиночки. Тропиночки, это по которой идет один человек. Так вот, пути Торы, они пути приятные. Что значит пути Торы, пути приятные? Вот я только что шел по пути Торы. То есть, утром проснулся, сказал благословение и пошел в синагогу. Пришел в синагогу, помолился, прям сегодня так хорошо помолился. Человек, наверное, 40, называется этот Миньян, где я молился, это, ну вот, синагога. Там молятся те, которые целый день сидят, учат Тору, Абрехим, это называется. Они такие уже женатые, семьями, но они целый день изучают Тору, такие как Равины. И вот они прям, вот святость такая вообще, вот люди, у которых я, когда молился, я это почувствовал. У обычного человека куча забот. У него огромное количество забот. Вот он, там, какие-то у него люди, с которыми он взаимодействует, какие-то конфликты, какие-то планы, какое-то то. У них нет забот. У них одна забота, это вот он учит Талмуд. Потом он пришел вечером домой, с женой поговорил, даже не поговорил, написано, что он должен ее послушать. Он не должен с ней разговаривать, он должен ее выслушать. Выслушать и кивать, вот так вот. Да, 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 молодец, да, да. Что надо сделать? Мусор вынести. Хорошо, дорогая. Все, отнес, мусор вынес. Мусор надо вынести. Надо мусор вынести. Пожалуйста, мусор я вынесу. Надо то, пожалуйста. И он с детьми посидел, почитал и лег спокойно спать. Утром встал опять, и у него в голове один путь. Один путь у него в голове очень простой. Называется это путь приятный. Теперь все тропиночки шалом. Когда ты идешь по правильному пути, то есть по пути Торы, то тогда у тебя есть, все-таки появляются какие-то дела, которые называются это тропиночки. То есть это не магистральные какие-то дела. Но появляются все время какие-то у тебя в жизни тоже небольшие такие ответвления. Но они шалом, потому что как решаются в религиозном в мире Торы такие вот ответвления. Значит, идет он к Равину к одному и говорит, вы знаете, у меня вот такой вопрос. Значит, приезжает сейчас мама жена. Ой, мама жена. Мама жены. Приезжает мама жены. Вот как мне быть там в этой ситуации? Равин говорит, надо посмотреть в книгах. Он, значит, смотрит в книгах, говорит, ты знаешь, я думаю, что надо так, но надо спросить еще у серьезней Равина. Тот спросил у серьезней Равина. Он с женой пошел поговорил. В общем, они выяснили все вот эти маленькие тропиночки, как правильно поступить. Без скандалов, без конфликтов. Потому что все живут по одной системе. Как-то есть история, как когда умер Рав Вознер, Рав Вознер, по-моему, или Рав Ойрбах. Умер Рав Ойрбах, у него было на похоронах полмиллиона человек. А до этого умерла его жена. Они всю жизнь прожили с женой вместе. И он, значит, есть обычай в Шелхоноруке, написано в сборнике законов, написано, что нужно перед смертью, как бы муж просит прощения у жены. Не перед смертью, а после ее смерти, когда ее перед похоронами. И он стоял, долго думал. И говорит, вы знаете, мне не за что просить у него прощения. То есть я ее никогда ни в чем не обижал. Ни в чем никогда. У нас не было никогда конфликтов. У нас всегда, когда был какой-то вопрос, мы смотрели в Шелхоноруке, как правильно его решить. Шелхоноруке это как сборник законов, советовались. И всегда решали этот вопрос по Торе. Как максимально правильно по Торе нам обоим поступить. Поэтому я ее никогда не обижал. У нас не было никогда конфликтов. и поэтому мне не за что перед ней извиняться. Потом он подумал еще и говорит, ну, я, кстати, перед ней извинюсь, конечно. Почему? А потому что в той же книге Шелхонору, где записаны все законы, написано, что надо извиниться. Поэтому надо извиниться, значит, я извинюсь. И он извинился, ее похоронили, и он спокойно пошел дальше, через какое-то время умер. Потому что когда Равшах, он умер в 105 лет, он был один из руководителей иверейского народа. И он, когда уже приближался к смерти, ну, там, с последних 25 лет, когда он приближался к смерти, с 80, наверное. И он всегда говорил, вы знаете, говорит, я готов в любой момент уйти туда. Мне, говорит, вообще ничего здесь не держит, я ничего не боюсь, я прожил прекрасную жизнь. И это, о чем здесь говорится, что пути Торы, пути приятные. И все тропиночки ее шалом. Но тут есть еще одно, один еще один смысл есть, который просто вот он еще и такой прямо, он фундамент, фундамент того, что здесь сказано. Если вы увидите человека Торы, который одет как религиозный, он с пейсами, может быть, в шляпе, вот с такой вот бородищей, но он не... Ноам, Ноам это приятный, он неприятный, он грубо разговаривает, он такой дерзкий, он хамит, он недовольный такой, знаете, раздраженный. Это не человек Торы, он переодетый, он просто, ну знаете, переоделся, купил одежду, бороду приклеил и все. Потому что написано, что пути Торы, прежде всего, это пути приятные, спокойные. То есть Ноам это приятно. Выкольный ТВТ, шалом. И все ее тропиночки, даже все ее тропиночки, они ведут к одному, к шалому. То есть цель Торы это сделать шалом, а не сделать конфликт, не сделать махлотит, не сделать обиды и так далее. То есть это тоже очень-очень важная вещь, которая здесь в этом по сути скрыта. Что пути Торы это именно пути приятные, и все самые великие, вот праведники, раввины, они говорят очень спокойным, приятным голосом. Они добрые, они такие прямо, и все их пути стремятся к миру. Они как брат Булмашарабену, Аарон, он стремился людей помирить, шалом, сделать между ними шалом. И когда, кстати, интересно, тут тоже есть один нюанс, когда-то один из мудрецов встретил Ильяу Анови, пророка Ильяу. И он ему говорит, смотри, вот все здесь в этом мире стремятся, ну кто религиозный, люди верующие, стремятся к Улама Баа, получить себе грядущий мир. А покажи мне, вот целый шух, целый рынок такой, много очень людей, у кого здесь есть Улама Баа, у кого есть грядущий мир. Он говорит, вот вы эти двое, а им за что? А они, у них была профессия, они делали шаломбайт, они делали мир между, они были бадханим, они были шутники, и они делали через юмор мир между мужем и женой. И тот, кто делает шаломбайт, шаломбайт, это как мир в семье, мир в доме. Это одна из самых больших заповедей в мире, мирить мужа и жену. И интересно, что, как человек умеет построить мир у себя в семье со своей женой, это тяжело, жена, это Эзер Кенегдо, помощник против него, то есть она все время мужу делает какие-то, ну, как замечания, какие-то все, то есть тохоход, увещевания какие-то, да, она ему делает. Она ему все время, как бы, ну, так тыкает его немного, да. И тот, кто умеет с ней сделать шалом, шаломбайт, то есть он умеет понять, что это от Бога все, что ты должен исправляться, что ты должен, как бы, если тебе никто не покажет на твои ошибки, то как же ты их исправишь, и так далее. Вот это главный такой тренажер, главный критерий, шаломбайт, это главный критерий по-настоящему близок Тори. И здесь тоже написано, пути Торы, пути приятные. И все ее тропиночки, шалом. Все, это было очень мне лично, очень полезно сейчас услышать, прочитать, то есть это был чисто ответ на мой запрос, у меня был не эти запрос, мой личный, я получил на него конкретнейший ответ. Надеюсь, что вы тоже для себя что-то полезное получили. Второй отрывок, сейчас второй запрос, сейчас у меня второй запрос, второй запрос, давайте открываем, сейчас раз, два, три, открываем второй запрос, и повторим заодно что-то. Оп, что открылось, глава пятая открылась, открылась, глава пятая, тринадцатый отрывок. Здесь таком, значит, отрывок. В ло шамате беколь морай, и не слышался я голос моих учителей, у лими ламдай ло и тити азни. Не слушался я своих учителей, и для тех, кто меня обучал, я не направлял свое ухо. Что имеется в виду? Вот у меня был сейчас конкретный запрос, и вообще у каждого из нас есть какие-то в жизни ситуации, где мы не знаем, как поступить. Теперь, если человек не знает, как поступить, это значит, что та информация, которая у него есть в голове, та, та картина, как бы тот набор фактов, или тот набор идей о ситуации, потому что у человека, когда он размышляет о какой-то ситуации, он не о ситуации размышляет, а о своем видении ситуации, потому что каждый из нас обладает очень ограниченным видением реальности, то есть, как бы, вот ты, любая ситуация, ты на нее смотришь только с одной стороны, ты видишь только ее кусочек, и ты добавляешь все остальное своими прошлыми идеями, своими убеждениями, своими какими-то дополнениями и так далее. И вот, значит, если человек все-таки, он не понимает, что ему дальше делать, то обычный человек, обычно он не понимает, он, ну, не знаю, есть разные варианты, каждый как-то поступает по-своему, то есть, у каждого есть своя какая-то схема, как он себя ведет. Но есть схема, которую советует нам Тора, и Тора нам советует следующую вещь, Тора нам советует обратиться к людям, которые мудрее тебя, которые знают о этой ситуации, о этом деле, о этом аспекте, они знают больше, чем ты. Возможно, придется обратиться к двум или к трем таким людям, например, у человека какая-то ситуация по здоровью, он может обратиться к двум-трем разным врачам для того, чтобы увидеть с трех разных сторон три разных мнения. Если у человека какой-то вопрос по бизнесу, и он не знает, как его решить, он может обратиться к трем разным консультантам, которые каждый, изучив факты, интересно, что когда, например, есть Матензи, бизнес-консультанты, самые крутые в мире бизнес-консультанты, когда они изучают какой-то вопрос, у них есть схема. Схема у них очень простая. Они, они первое, они собирают всю информацию, которую только можно. Все факты они собирают, то есть, они прямо конкретно хотят измерять все, что можно узнать об этой ситуации, они узнают. Это первый этап. Без этого они не могут консультировать. Второе, они узнают запрос, а что ты хочешь и чего ты боишься. То есть, они узнают твое направление, куда ты хочешь двигаться и от чего ты хочешь убежать. И только третье, они высказывают не свое мнение, они высказывают дипотезу, они высказывают свою идею. Это лучшие в мире консультанты, умнейшие люди в мире, которым, ну это, Матензи есть такая компания консалтинговая, это самые, ну то есть, считаются самые крутые умы в мире. И вот, значит, они только после первых двух этапов они высказывают дипотезу, которую опять проверяют. Они ее высказывают, дальше они проверяют факты, которые следуют из этой дипотезы, и только потом они могут двигаться дальше. Понятная идея? Вот здесь проблемы у людей наступают, потому что они не слушают голоса своих учителей, то есть, учителя это те, которые знают больше. И они, те, кто их обучают, они к ним не преклоняют свое ухо. Здесь говорится о торе, но здесь то же самое касается бизнеса. То же самое касается бизнеса, то есть, нужно слушать, уметь слушать людей, которые умнее, чем ты, и все самые богатые, самые успешные люди в мире, они стали такими именно потому, что они умели слышать других людей. Как сказал Эндрю Карнеди, который был богатейший людей мира сто лет назад, он сказал, что напишите на моей модиле, здесь лежит человек, который умел собрать вокруг себя людей, которые были намного умнее, чем он сам, то есть, который умел советоваться, умел слушать, умел слышать, преклонить свое ухо, то есть стать скромным и услышать других людей, которые в этом аспекте понимают больше, чем он сам. Отличный тоже ответ был на мой запрос. Как раз у меня было вот несколько таких ситуаций, которые я хотел понять, что делать. Тоже понял, да? Отлично, да? Это была у нас пятая глава и 13 отрывок повторили чуть-чуть, повторение мать учения. И последний, давайте, третий отрывочек, сейчас мы третий отрывочек, опять надо сформулировать запрос, надо сформулировать запрос. Все, сформулировали запрос, что нам Бог сейчас посоветует. Давайте, восьмая глава, восьмая глава. Значит, ну, попал мне в восьмой отрывок, тринадцатая глава. Значит, тринадцатый отрывок, восьмой главы звучит так. Страх Бога, трепет перед Богом, синатра, то есть сноатра, это ненависть ко злу. Страх перед Богом, ненависть ко злу. Га, вегаон, ведерехра, упита опухот санете. Значит, идет перечисление. Га, это гордость. Гаон, это гордость тоже. Только не знаю, в чем разница. Га, вегаон, тот же самый корень. Значит, гордость, заносчивость, может быть, так сказать. Ведерехра и путь зла, упита опухот санеси, и род, который переворачивает, правду ненавидел я. Значит, здесь нам говорится следующая вещь. Что значит страх перед Богом? Что значит страх перед Богом? И дается ответ. Значит, страх перед Богом включает в себя следующие вещи. То есть, в этом мире как бы есть полюс, это Бог, создатель мира, который создал мир, делает добро. Дальше он дал человеку возможность выбора и дал стремление ко злу для того, чтобы было равновесие, чтобы человек мог в этом мире выбирать добро. И он сделал зло привлекательным и посадил это зло, источник зла, посадил вовнутрь человека. Посадил вовнутрь человека, то есть, это его злое начало, это его инстинктивное начало, это его система внутренняя, вот это животное, да, вожделение, которое управляет человеком и ведет его, ну, что такое были грехи. Да, если мы возьмем грех, который Бог назвал грехом изначально. Это было грабеж, убийство, понятное дело. Уже первые дети, дети Адам Решона, первого человека, Каин убил Эвеля. Он убил его из зависти. То есть, это как раз злое начало, которое внутри в человеке включено, и оно включено в каждом нормальном человеке, это включено. Если у него оно выключено, значит, он уже ангел, и у него выключена вот эта вот зависть, желание больше себе забрать в этом мире и так далее. Что еще в человеке включено? В человеке включено стремление к размножению, которое выражается в разных формах, которые, ну, не, как бы, не святые, скажем так, особенно не в рамках семьи и создания детей. Теперь и у человека есть еще вожделение к еде, независимо от того, можно это есть, нельзя это есть, просто хочется есть и все. Теперь это все называется Ецер Ара, злое начало в человеке. Теперь, оно сильное, зло Бог специально сделал, чтобы зло было привлекательным, то есть, у человека хочется все запрещенное, как сказал один английский писатель, он говорит, вот странно говорит, все, что я люблю, все, что мне нравится, или запрещено, или аморально, или ведет к ожирению. Почему так? Вот что за несправедливость? Все удовольствия, простые, понятные удовольствия, они или запрещены, или аморально, или ведут к ожирению, ну, в большинстве своем, может быть, и не совсем так, но близко к этому. Теперь, значит, как от этого всего удержаться? Если это инстинктивная природа человека, которая, она, это как внутри, если мозг рассматривать, это как внутри корова такая огромная, да, такое животное, которое сильное. А рациональный разум, это такой, как всадник маленький. Так как сделать так, чтобы всадник мог управлять вот этим вот животным? Как сделать? А как вообще может всадник управлять лошадью? Если мы посмотрим в природе, да, лошадь весит там полтоны, а всадник, если он жатей такой, да, который, знаете, есть гоночные эти, ну, на ипподромах, жатей весит там 50 килограмм. Как он может гнать эту полтоны, гнать ее на дикой скорости, прям загонять ее? Как он может ее гнать, да? Очень просто, она его боится. То есть вот эта лошадь, она будет слушаться всадника только по одной причине, она его боится. И человек, который хочет своей вот этой коровой управлять, да, внутренней, у него есть тоже только один способ ее победить, это ирата шем, страх перед Богом. То есть он должен бояться Бога, и тогда вот этот страх, он может заставить его идти в правильном направлении, вот эту вот корову, да, то есть она боится, боится неприятности, боится смерти, боится того. Если человек верит и понимает, что все от Бога, и он это как бы прочувствовал, то тогда все, он внутренне, у него есть, прям называются религиозные люди такие по-настоящему в Израиле, они называются харидим. Харидим это, харада это тревога, они тревожащиеся, они боятся все время, что Бог, он все время, как же так, сейчас я что-то нарушу, и все, мне капец, так они думают все время. И, ну, они должны так думать, их называют харидим, но они не всегда боятся Бога, к сожалению. Страх перед Богом, и это значит, что нужно ненавидеть зло, то есть ты как бы, внутри переключается вот это зло, то, что Бог назвал злом, хотя оно привлекательное, например, креветочки, кальма, ну, кальма, креветочки, если это религиозные евреи, вообще это евреи, по Торе запрещено их есть, и они могут выглядеть очень привлекательно, но они зло, Бог сказал, что это зло. И в этот момент нужно, тот, кто боится Бога, у него появляется прямо ненависть к этому злу, то есть и тогда оно для него перестает быть привлекательным, и он может его избегать. Теперь дальше, а что мешает? Мешает гордость и вознесенность. Когда человек говорит, секундочку, а кто мне что может сказать, какой такой Бог вообще, кто это Бог, так фараон говорил, кто, разве он управляет миром? Да он не управляет миром, я сам себе решаю, я сам себе, там, и чем человек более, он такой гордый, да, такой я, тем, тем, как бы он меньше оставляет места для Бога. Дерехра, это направление козлу, то есть вот этот путь магистральный, это очень важно, куда сам человек тянется, то есть тот, кто идет очиститься, ему с неба помогают, тот, кто идет запачкаться, ему не мешают, поэтому очень важно то направление, которое ты выбрал. Если ты выбрал направление к Богу, к добру, к свету, и, то тогда ты идешь по этому направлению, но если ты идешь ко злу, жадно, зависть, желание сделать людям плохо, ну и так далее, то это путь зла называется. Упита опухот сонетти, рот опухот, это есть люди умники такие, да, которые умничают, которые выдумывают какие-то системы, такие скептики, которые, ну вот они, как сказать, ну, эквилибристы слова, жонглеры такие, да, как Ильфа Петровых назвал, акробаты пера, шакалы ротационных машин, да, эквилибристы такие, которые там жонглируют терминами, какими-то философскими понятиями и так далее. Это все называется одним словом, пита опухот, они извращают истину. Истина есть Бог, есть добро, есть Тора, есть система понятная, да, что такое хорошо, что такое плохо, а все остальное, это все называется рот переворачивающий, и все это сонесси, все это я ненавидел, это сказал Шлома Меллах, и я тоже считаю, что я тоже это все ненавижу. А что я люблю? Бога люблю, добро люблю, сейчас праздник Суккот люблю, людей хороших люблю, добрые, хорошие люди, молодцы, желаю вам всего самого-самого прекрасного, чтобы Бог вам всем помогал, давал здоровье, чтобы вы чувствовали любовь Бога и передавали ее дальше, чтобы были проводниками Божественного Света. И поэтому, поэтому напишите, пожалуйста, свои выводы из урока, то, что мы выучили, сделайте свои выводы, да, прям, кто не сделал выводы, не сделал резюме, он, считайте, что не учился, потому что все остальное, оно рассыпется, как, знаете, стройчеловек, песочный замок, и он так выглядит красиво, все. Все, нашла волна, и оно исчезло. А тот, кто построил, сделал выводы такие, раз, два, три, записал, повторил, записал, повторил, записал, повторил, то он этот, как бы, замок из песка, он как будто бы его сверху залил бетоном, и сделал бетон вокруг ограду, чтобы волны не могли его смыть. Поэтому сделайте свои три вывода, поделитесь с ними, повторите их, и с Божьей помощью у вас будет все великолепно. Все, удачи, успехов, и завтра шаббат, шаббат, шалом. Значит, встречаемся тогда в воскресенье. Пока.